Лучший по профессии. Олег Пещерков признан самым опытным водолазом 2017 года. Ковровский спасатель рискует жизнью вот уже 10 лет. Сутки через трое этот режим для 52-летнего водолаза уже привычный. Все 24 часа он не только готов незамедлительно выехать на водоём, но и помогать коллегам, сотрудникам МЧС. К примеру, на сложных авариях. Работа без доли романтики. Она только в спасателях Малибу, шутит Олег Александрович. В начале моей службы мы на искусственном воде регидромуте. Ну и доставали утонувшего человека. Ну и случилось так, что я запутался в утонувшем дереве. Ну и, конечно, коллектив. То есть мы работаем со спасателем, то есть втроём. Руководители спусков, страхующий водолаз. То есть слаженная работа коллектива. То есть помогла и найти утонувшего, и, как говорится, и меня не бросили в беде. Чисто профессионально, если взять, он водолаз такой бесстрашный, можно так выразиться даже. Такое слово как раз. Потому что есть специфика. Под водой ищем всё-таки мы не клад погибших. Поэтому некоторые приходят, вроде спасателем работают, молодёжь, туда-сюда. Когда доходят до дела, и под водой он там работает один, в полной темноте, это же не море. В этой профессии тяжелее недавление, которое испытываешь под водой. Скорее, морально сложнее, говорит Олег Александрович. Ну, в нашей работе именно сложности. Это психологическое, когда происходит утопление человека. То есть видишь родственников, горе людское. То есть приходится всё это через себя пропускать. То есть вот это самое сложное для меня лично. Зимой погружений гораздо меньше, чем летом. Хотя и отважных рыбаков хватает. Пока к лязьму не затянуло льду, водолазы регулярно тренируются под водой, чтобы сноровку не растерять. Трай плиты! Ты подсказывай. Олег, трай. Связь осуществляется посредством рации. Но ситуации бывают непредсказуемыми. Тогда используются специальные сигналы. Три сигнала, условный сигнал для выхода водолаза. Насколько важна командная работа, когда кто-то погружает? Обязательно. Без команды водолаз работать не сможет. У вас хорошая команда? Отличная. Руководитель спусков, страхующий водолаз. Регулярно сотрудники станции работают с жителями. Объясняют, как безопасно нужно вести себя на водоёмах. Согласно статистике, количество несчастных случаев ненамного, но сокращается. А значит, работа спасателей не проходит даром. Евгения Полагина, Виталий Сергеев, Губерния, 33.